Великому празднику предшествовала Страстная неделя. Четверг этой недели называют чистым, когда дома принято наводить порядок. Традиции чистого четверга православные соблюдают по сей день и стараются привести квартиру в порядок. Считается, что очищая дом от грязи, можно освободиться от негативной энергии, которая накопилась за зиму. Эту традицию решили поддержать представители общественных объединений Пинска, наведя порядок в одном из знаковых мест нашего города. Тему продолжит Ариадна Гребенюк. То с метлой, а кто с лопатой. Активисты Белорусского Республиканского Союза Молодежи вместе со старшими коллегами из Белой Руси привели в порядок в чистый четверг исторический центр Пинска. Напомним, до 28 апреля в нашем городе будет проходить месячник по благоустройству города. Однако все торопились убрать улицы нашего города к самому светлому празднику – празднику Пасхи. В этот четверг теплым апрельским деньком вышли на субботник сразу 40 ребят из Пинского аграрно-технического колледжа имени Клещева и Пинского индустриально-педагогического колледжа. Основной фронт работы развернулся в историческом центре города. Ребята с энтузиазмом взялись за грабли и лопаты и с комсомольским задором принялись наводить порядок. Основной целью это месячник благоустройства – привести в порядок наш центральный такой сквер. Потому что сюда приезжают люди с разных городов нашей республики и не только. И хотелось бы, чтобы как визитная карточка было видно, что Пинска встречает своей чистотой, своей красотой и радушием. Для активистов Белорусского республиканского союза молодежи этот субботник не первый и не последний. Ребята признаются, нам просто хочется жить в чистом городе. Согласились с энтузиазмом, чтобы убрать город, чтобы было вечером выйти приятно, погулять. К молодежи в этот день присоединились и старшие коллеги, активисты Белой Руси, во главе трудового десанта, председатель городского комитета Республиканского общественного объединения Белая Русь Виктор Павлович Бруцкий. Сказать, что офис сейчас Белой Руси находится как раз напротив этого скверика, который построен к 900-летию города Пинска. И, конечно, не принимать участие в наведении порядка на этой прилегающей территории просто будет стыдно. Мне, как председателю Беларуси и членам первичной организации нашей библиотеки, которая тоже находится напротив этого сквера. Поэтому мы с удовольствием приняли участие вместе с Белорусским республиканским союзом молодежи в этом мероприятии. Здесь совместно с ребятами, студентами из двух наших колледжей приняли участие также работники первичной организации центральной библиотеки. Мы занялись побелкой деревьев. Все деревья, как вы видите, здесь вокруг скверки сейчас побелены. Также тумбы для мусора и другие сооружения, которые здесь нуждались в побелке. Всю эту работу мы выполнили где-то за 2,5-3 часа. С большим удовольствием. Так общими усилиями сделано еще одно доброе дело. Одним чистым местом в городе стало больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!